Дорогие друзья, здравствуйте! Я хочу вам представить свою новую книгу, которая вышла совсем недавно в редакции Елены Шубиной. Эта книга, вот она, она называется «Подлинная история Дениса Кораблёва». Наверное, вы поняли, в чём дело, но на всякий случай я вам расскажу. Дело в том, что Денис Кораблёв – это герой знаменитых Денискиных рассказов, которые написал мой папа. Там действует весёлый мальчик Дениска, а меня тоже зовут Денисом. И поэтому все люди считают, что эти рассказы вот прямо вот ровно про меня. Вот что я делал, как я шалил, обманывал, получал пятёрки, как меня наказывали, наоборот, как меня любили родители. Это всё вот как есть. Но это, конечно, на самом деле не так. Эта прекрасная книжка написана про мальчика Дениса Кораблёва, а мальчик, вернее, дяденька, вернее, уже вполне старик Денис Драгунский вот сейчас перед вами. Однако всё это так тесно сплелось не только в представлении читателей и моих друзей, но и в моём собственном представлении, в моём собственном уме, что я уже в старости решил всё-таки попытаться этот узел распутать и попытаться понять, что в Денисской Кораблёве от Дениса Драгунского и, наоборот, что в Денисе Драгунском от этого весёлого мальчика Денисской Кораблёва. Эта книга не комментарий к Денискиным рассказам. Такая книга уже есть, она уже была издана в 2013 году и будет снова переиздана. Это моя автобиография, так сказать, социально-психологический роман взросления, который начинается, когда я родился, когда меня привезли в комнатку в коммуналке, где жили тогда моя мама с папой, и кончая уже 72-м годом, маем месяцем, когда умер мой любимый папа Виктор Драгунский. Вот это вот первая часть моей жизни описывается в этой книге. Мне кажется, что тут есть много интересных вещей, и не только про меня, может быть, я не такой интересный персонаж, но и про Москву, про школу, про детский сад, про дворы, про наш дом, про друзей моего отца, про моих товарищей, которые все потом выросли и стали очень интересными, достойными, успешными людьми. Вообще, про всю жизнь в Москве в 50-е, в 60-е и в самом начале 70-х годов. Поэтому я надеюсь, что вам читать эту книжку будет интересно.